Всем большой привет! С вами Елена. В этом видео мы совершим прогулку-экскурсию по историческому кладбищу Веймара с его княжеским склепом. Это кладбище является популярным местом для интересующихся историй людей из многих стран. Поклонники творчества Геота и Шиллера в частности ежегодно стекаются на кладбище, чтобы почтить память писателей. Оба писателя и многие члены княжеских семей Саксон-Веймара и Саксон-Веймара Эйзенаха похоронены в княжеском склепе. Однако в 2008 году было обнаружено, что в гробу Шиллера лежат кости не Шиллера, а несколько других людей, где на самом деле похоронен Шиллер до сих пор не установлено. Фюрстенгруфт – крупное произведение классической архитектуры в Тюринге. Был построен в 1823 по 1828 год по приказу великого герцога Карла Августа на кладбище, которое было освещено в 1818 году. Архитектором был Клеменс Венце Слаус Кудрей. После завершения работ по возведению склепа в 1824 году сюда были перенесены гробы герцогской семьи, спасенной изгоревшего в 1774 году городского дворца. Первым захоронением стало перезахоронение костей Фридриха Шиллера 16 декабря 1827 года. Рядом с его гробом 26 марта 1832 года нашел свое последнее пристанище Иоганн Больганг фон Гьете. В середине 19 века мавзолей превратился в место почитания поэтов. Весной 2010 года удалось идентифицировать библию в библиотеке Амалии, которая относится к историческому убранству часовни княжеского склепа. Всего в крипте было 43 гроба, 10 из которых пришлось убрать в 1994 году в целях консервации. Часовня Марии Магдалины, где находится могила Марии Павловны. К сожалению, снимать церкви запрещено. В 1804 году наследный принц Карл Фридрик Саксон Веймарский, сын герцога Карла Августа и его жены Луизы, урожденной принцессы Гессин-Дармштадтской, женился на русской великой княжне Марии Павловне, дочери царя Павла Первого и сестре царя Александра Первого, то есть внучке Екатерины Второй. Переезд из роскошного царского дворца в более скромную обстановку Веймарского герцога должно быть не был для нее легким, но вскоре она научилась ценить относительно либеральную атмосферу при Веймарском дворе. Гетте высоко оценил ее ум и непредвзятость. Большую роль в жизни великой герцогини играла благотворительность. По всей стране организует она судные кассы для неимущих, работные дома, ремесленные училища, выставки новинок промышленности, курсы садоводства, дома для сирот. Во все это вкладывает немалые личные средства. Уже будучи вдовствующей герцогиней, Мария Павловна основала общество истории, всячески поощряя изучение реликвий и документов Веймарского края и соседних с ним княжеств. Она то и дело учреждала поощрительные стипендии, музыкальные конкурсы с фондами премий. На ее личные пожертвования был основа знаменитый на всю Европу институт Фалька с приютом для беспризорных детей на 200 мест. Одной из вершин меценатства Марии Павловной является привлечение Веймар Франца Листа. Великая герцогиня в 1817 году основала Патриотический институт женских союзов, способствовала развитию школ и оказывала поддержку веймарской сберкассе. Скончалась Великая герцогиня в 1859 году. Ей было 73 года. Она похоронена на протестантском кладбище под Бельвидером, специально для нее возведенной православной часовни. Мария Павловна пожелала, чтобы ее похоронили по русскому православному обряду и возвели над ее могилой русскую православную часовню. Ее сын Карл Александр Великий, герцог Саксон Веймар-Изенатский с 1853 года поручил Карлу Генриху Фердинанду Штрейхану построить место захоронения после ее смерти. В качестве грунта для строительства была специально завезена русская земля, в которой и было погребено тело Марии Павловны. Часовня, которую также называют церковью, из-за ее размеров была украшена центральным и четырьмя боковыми куполами, которые по форме напоминают свечи. Внутреннее помещение довольно маленькое по сравнению с размерами и великолепием башенных зданий. В нем имеется от 30 до 40 стоячих мест. Часовня Марии Магдалины была не только местом захоронения с 1862 по 1909 год, а затем с 1950 она использовалась и используется как приходская церковь для русской общины региона. На этом мое видео подходит к концу. Я всех благодарю за просмотр этого видео. Желаю здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за мой труд и до новых встреч в новых моих видео. Всем пока! Я не стала уже снимать крипту, где стоят гробы Шиллера и Гетте. Вход в крипту 5 евро. Субтитры сделал DimaTorzok